Аналитические репортажи, разнообразие мнений, героев и комментариев экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. Пенсионные реформы в Кыргызстане начали с инициативы увеличения возраста выхода на пенсию. Уже предложены изменения в закон о государственном пенсионном социальном страховании. Сделать это в социальном фонде намерены поэтапно и начать со следующего года. Пенсионный возраст увеличивается не для всех граждан, а только для тех, кто проживает и работает в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах. Тему продолжит Искендер Алиев. Рассказывает пресс-секретарь соцфонда Нурбек Кайсарбаев. Пенсионный возраст повышается для так называемых льготников. Мужчины, проживающие в условиях высокогорья, будут выходить на пенсию в 58 лет, вместо прежних 55. Женщины же в 53, а не в 50, как раньше. Ну а мужчины, проживающие в труднодоступных зонах, будут выходить на пенсию на год позже, в 61, а не в 60 лет. То же самое и с женщинами, вместо 55 в 56 лет. Эти шаги, как признаются в соцфонде, позволят сократить нагрузку на бюджет страны. Приводят такие цифры Нурбек Кайсарбаев. На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано более 590 тысяч пенсионеров. Льготников же по признаку высокогорья более 23 тысяч. Получают они немногим меньше 4 тысяч сомов. По признаку отдаленности и труднодоступности зарегистрировано 3,5 тысяч человек. Получают они 3 тысячи сомов. Председатель партии пенсионеров Займира Шабданалиева поддерживает инициативу увеличить пенсионный возраст для этих двух категорий. Я считаю, что это надо делать. Почему? Потому что сейчас, вы знаете, что раньше было много людей, которые работали и платили износы страховые. А сейчас это количество уменьшается из года в год. Почему? Потому что нет рабочих мест. Рассказала председатель партии пенсионеров. Есть и множество противников увеличения пенсионного возраста. Активисты говорят, что люди, проживающие в условиях высокогорья, просто не доживают до своей пенсии. Общественный деятель Рита Карасартова попыталась разъяснить, почему все-таки решили увеличить порог выхода на пенсию. Вообще, когда прочитала, была возмущена. У всех установлен единый возраст выхода на пенсию. А для отдаленных и высокогорных у них всегда есть льготный период в 5 лет. То есть, если мы будем выходить в 60, они в 55. Если мы в 58, они в 53. Вот этот 5 лет он всегда существовал. Несколько лет назад наш возраст увеличили на 3 года. Но их возраст остался. Он не подвергся изменениям. И теперь получается льготный период не 5 лет, а 8. И сейчас они говорят, что это только приведение в соответствие со всем законодательством, чтобы льготники от обычных граждан, выходящих своевременно, отличались именно на эти 5 лет. Вот только с этим связано. Говорит Рита Карасартова. Специалисты говорят, что пенсионная реформа должна быть масштабной и концептуальной. Единого реестра пенсионеров нет. Взаимодействие государственных органов, соцфонда, налоговой службы и Минфина неэффективно. По словам специалистов, идет повсеместная уравниловка по советскому принципу. Сельские жители, осуществлявшие минимальные отчисления, получают примерно столько же пенсии, как и городские. В городе отчисления в соцфонд в разы больше, чем в селе. Они, когда платят отчисления в соцфонд, у них сумма отчислений, она приравнивается к сумме земельного налога. А это очень маленькая сумма. Вот, например, если взять на РНД, там земель ФПС, там 97 сом или 60 сом за гектар земли. И если у них там 2 гектара, там 120. 120 там заплатят налог, 120 в соцфонд. Но они будут считаться социально застрахованными. И получается, что люди, которые платят 160 сом, тоже считаются застрахованными. И потом будут получать примерно такую же пенсию, там, ну, может быть, чуть-чуть меньше. И городское население, которое всю жизнь работает, и вот, например, в Бишкеке, это примерно 13 тысяч в год. Они тоже, то есть сегодня идет такая сплошная уравниловка. Мы реально накапливаем только 2% от того, что отчисляем. Дополнила правозащитница. В сельской местности у большинства пенсионеров имеется хозяйство. Приусадебный участок плюс скотина. Так что львиную долю своей продуктовой корзины они добывают сами. Пенсия в 4 тысячи для них ощутимая сумма. Для городских такая пенсия – мизер. Бишкекчанка Рысый Браева, всю жизнь проработавшая на госслужбе, сейчас получает 5 300 сомов. 5 300 сомов мне только даже на питание не хватает. Это очень мало, конечно. Допустим, хлеб мы когда-то брали совсем арзаном, а сейчас это все очень дорого. Один хлеб день, один хлеб 15-17 сомов. Но если вот месяц, это только на хлеб уйдет, вот это 5 тысяч сомов. Поделилась она. В 2008 году средний размер пенсии составлял немногим меньше полутора тысяч сомов. С каждым годом размер выплат увеличивается. А вот в 2013 году у нас средний размер составил 4 400 сом. А последний, как вы знаете, в прошлом году, в октябре, повысили пенсию. А тогда было уже у нас средний размер пенсии 4 600 сом. И в этом году тоже планируется где-то осенью. Говорит пресс-секретарь социального фонда. Пенсии растут, но цены на продукты растут еще быстрее. За 70 долларов даже один раз более или менее накрыть стол для гостей вряд ли удастся. Средний прожиточный минимум на душу населения в Кыргызстане составляет 4500 сомов. Но это означает, что нужно максимально экономить, ограничивать себя буквально во всем. Пенсионеры так и живут. Их пенсия зачастую даже не достигает прожиточного минимума. Гражданское общество и сами государственные органы сходятся во мнении, что пенсионная реформа нужна и чем скорее, тем лучше. Искандер Алиев специально для IWPR. На сегодняшний день пособие по малообеспеченности в среднем составляет 554 сома. Этих денег, которые выплачиваются на пособие детям, их даже не хватает на питание. Мера социальной поддержки сегодня неадекватная потребностям детей. Из-за того, что детей нечем кормить, их отправляют в интернатное учреждение. Сегодня там находится около 11 тысяч детей. Из-за этого подростки вынуждены работать. Представители гражданского общества направили открытое письмо на имя президента, спикера парламента и премьер-министра. И призывают незамедлительно решить вопрос и увеличить пособие. Тема продолжит Айтунук Нординова. Завести маленького друга собаку давно мечтает шестилетняя Айгуль. Девочка даже знает, как назовет своего будущего щенка. Я хочу свою собаку. Я хочу назвать ее звездочкой, как мультфильм. Ну такой собаки есть у наших соседей. Но пока мама не разрешает. Мама сказала, что когда мы будем в новый дом, я куплю тебе такую собаку. Делится мечтой Айгуль. Мечта Айгуль пока не по карману матери, которая одна воспитывает двоих детей. А выделяемых государственных пособий с трудом хватает на продукты первой необходимости. Из-за чего Майя Арымбаева каждый вечер готовит пирожки и с утра пораньше продает их на рынках. На вырученные деньги покупает лекарства для сына. Моя пенсия 4,350 сомов. Сын получает 2,500 сомов. Покупаю, в первую очередь, картошку. Вот на улице я уже заняла. Сосед продает картошку, муку и масло. А есть же еще, да, ремонт делать, крышу покупать. Вот все течет. За свет платить. Рассказывает жительница города Бишкеха Майя Арымбаева. На сегодняшний день каждый второй ребенок живет и растет в бедности. Ниже черты крайней бедности проживает 3,5% детей страны, говорят эксперты. При этом средний размер пособия составляет 554 сомов в месяц. Она, видите, как резко растет. Черта крайней бедности это, таким образом считают, 2100 килокалорий. Это нужно ребенку для того, чтобы он не умер с голода. И вот на сегодняшний день вот эта черта крайней бедности составляет 1354 сомов. А пособие по малообеспеченности среднее 554 сома. Получается половина черты крайней бедности. Бьет тревогу исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей Наталья Щип. В свою очередь, министр социального развития Кудайберген Базарбаев считает, что со стороны ведомства предпринимаются все необходимые меры для улучшения жизни детей из малообеспеченных семей. Правительство оказывает большую помощь тем людям, которые оказались во временной трудной жизненной ситуации. В 2015 году мы планируем увеличить гарантированный минимальный доход еще на 14% и поднять его до нормы 810 сомов. Наши пособия, они выдаются очень адресно. Мы ввели корпоративную информационную систему КИСП. Это система, когда сам компьютер, когда сама программа определяет нуждаемость того или иного человека. То есть мы исключили человеческий фактор, и сегодня посредством ввода нашего КИСПа по итогам 2014 года дети, получающие наши пособия, они сократились на 29 тысяч человек. Если в начале 2014 года у нас было 336 тысяч детей, получающих наши пособия, то к 1 ноября 2014 года их стало уже 307 тысяч детей. Сообщает министр социального развития Кудайберген Базарбаев. Согласно действующему законодательству, размер пособия ребенка из малообеспеченной семьи определяется, как разница между установленным гарантированным минимальным доходом, поясняют специалисты. Но тем самым проблема не решилась, потому что вот как раз самые уязвимые, самые бедные, они не входят в эту систему получения пособий по малообеспеченности. С чем это связано? С тем, что у детей нету свеса рождения. Такие люди, вот многие, да, которые очень бедные, они, есть много безграмотных, да, людей, которые не могут сами пойти и выбить себе эти пособия, что они должны. Многие не обладают информацией, что им положено получать пособия. Вот здесь как раз очень важна система выявления. В начале года было решение двух комитетов. Комитета по бюджету и финансам и Комитета по правам человека, конституционному законодательству, государственному устройству. Где было сказано, что правительству поручить в рамках существующего бюджета дополнительных средств не надо. Это гарантированный минимальный доход до 735 сом с 1 июля 2014 года. Но правительство это не выполнило. И они повысили только гарантированный минимальный доход с 1 ноября 2014 года до 705 сом. Ровно такой же показатель был и в 98 году. Получается, да, с 98 года положение наших детей не улучшилось. Рассказывает исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей Наталья Щип. Для совершенствования системы выплаты пособий и улучшения положения детей из малообеспеченных семей разработанный законопроект о государственных пособиях. Инициатор Айнура Алтыбаева рассказывает, что документ рассматривает введение фиксированных пособий для детей из нуждающихся семей, уменьшает возможность коррупции, упрощает процедуру начисления пособий бедным семьям. У нас бюджет должен иметь в первую очередь человеческое лицо. Когда мы деньги направляем, мы должны направлять на конкретных людей, которые нуждаются в этой помощи. По той ужасающей статистике, которую мы имели по итогам 2014 года, я разработала законопроект, афиксированно. Потому что, вы знаете, 48% республиканского бюджета уходит на соцсферу. А у нас что? А у нас показатель, у нас бедность растет в Кыргызстане. Вот мы будем сегодня, и вот основная моя претензия к премьеру, потому что они много говорят о том, что там построили здесь, зато основной показатель бедность в Кыргызстане растет. И поэтому я думаю, что коррупция, имеющаяся в социальной сфере, должна быть системно искоренена, должны быть приняты и разработаны системные законопроекты, должна быть политическая воля поддержки детей из бедных семей. Говорит народный избранник Айнуру Алтыбаева. К тому же, несмотря на тяжелое положение детей из бедных семей, Министерство социального развития в 2014 году сэкономило на выплатах пособий детям из малобеспеченных семей 433 миллионов сомов, рассказывают представители гражданского общества. По их словам, сэкономленное 170 миллионов было направлено на увеличение административных и прочих расходов министерства. По линии нашего министерства была экономия. Но здесь вот, теперь куда эти деньги делись? Никто никуда деньги не девает. Если вы знаете финансовые правила, то деньги полностью забираются Минфином, аккумулируются в Минфине, аккумулируются, и потом Минфин эти деньги выдает тому или иному министерству на те или иные статьи. В том числе, эти деньги были выделены Центру реабилитации ЛОВЗ для приобретения предметов, материалов на текущую деятельность. Это вот вы знаете, у нас есть Центр реабилитации, где мы до 500 инвалидов реабилитируем в год бесплатно. Кроме того, вы знаете, что на проведение ремонта Аксуевского психонимологического интерната для женщин и Токмовского смешанного психонимологического интерната были выделены деньги. Поясняет министр Кудайберген Базарбаев. Тем временем, исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей Наталья Щип отмечает, что таким образом Министерство социального развития нарушает закон об основах бюджетного права. Ну, знаете, как бы вроде благие намерения, да, вот что туда, на интернат отправили. Я хочу подчеркнуть то, что статья выплата пособий – это защищенная статья. Нельзя перенаправлять на прочие административные расходы. Чтобы, например, делать ремонты в интернатах, это надо заранее закладывать деньги, да, на это, и тогда осуществлять в рамках уже другого бюджета, а не таким образом на детях с бедных семей сэкономить и пустить на другое. Говорит она. В связи с чем НПО просит счетную палату проверить действия Министерства социального развития, а главу ведомства отчитаться перед парламентом. Также представители гражданского общества направили открытое письмо на имя президента, спикера парламента и премьер-министра и призывают незамедлительно решить вопрос и увеличить пособие. Айтан Ухнурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мири Масаналы.